Добрый вечер, Магнитогорск! Добрый вечер, магнитогорцы! Времечка в прямом эфире. Наш телефон 35 55 00. В студии я, Елена Ткач, и моя соведущая Юлия Бударина. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Замечательное сегодня у нас действо предстоит, но, может быть, не действо, но, по крайней мере, эфир, и посвящен он одной из любимых наших тем – это цирковому представлению. С 1 июня в Магнитогорском цирке начались гастроли программы «Цирковая полундра» под руководством заслуженного артиста России Иванова Александра Михайловича. Это полноценный спектакль, который затрагивает вечную проблему конфликта поколений, не больше, не меньше. Ну и какие-то подробности еще мы сегодня, конечно, разузнаем у гостей. Сегодня в студии артисты программы «Цирковая полундра» «Пиратские квесты». Мы представляем руководителя Александра Иванова, заслуженный артист России, руководитель аттракциона «Канатоходцы с медведями» программы «Цирковая полундра» «Пиратские квесты». Здравствуйте! 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 Александр, мы сразу заявили номер 3555-00. И у нас всегда так действительно, это уже традиция, когда к нам приходят артисты цирка, то мы разыгрываем билеты. И у нас всегда звонки, мне кажется. Ажиотаж. Ажиотаж. Да, зрители как только слышат, что у нас в гостях цирковое представление, то, соответственно, звонки. Решили сегодня мы усложнить им задачу, и вопросы будете задавать им вы. По крайней мере, первый вопрос у нас прозвучит в студии. Давайте мы его озвучим, а потом уже начнем наш разговор. Ну, хотелось бы задать такой вопрос. Пусть зритель нам назовет фамилию выдающегося клоуна, который стал обладателем золотого клоуна в Монте-Карло. Это высшие награды. Это фестиваль, да? Фестиваль, да. Самый главный цирковой фестиваль. Итак, дорогие зрители, наш телефон 3555-00. На кону билеты на цирковое представление. Дозванивайтесь, отвечайте на вопрос, который вам задал Александр, и эти билеты будут ваши. Ну, давайте тогда мы все-таки начнем разговор о представлении, которое у нас уже стартовало в нашем Магнитогорском государственном цирке. Тема очень серьезная, да? Тема поколений, отцов и детей. Почему решили именно такую взять тему? Вы знаете, просто сегодня это как раз очень актуальный вопрос, потому что все дети находятся в телефонах, в различных гаджетах. А мы постарались показать, как можно общаться с дедушкой, с бабушкой, с друзьями. И вот нашим спектаклем, несмотря на то, что там выступают прекрасные артисты и много-много разных животных. Представьте себе, это девушки-джигиты на Амазонке наших под руководством заслуженной артистки России Валентины Кульковой. Это дрессированные собачки-акробаты заслуженного артиста России Юрия Сосина. Это эквилибристы-обезьяны Михаила Воложанина. Это эквилибристы-кошки Ольги Воложанины. И медведи-канатоходцы, это в моем аттракционе. Это, во-первых, будет интересно и детям, и взрослым. Но мы все это обернули вот в такую оберточку, чтобы было интересно, чтобы не был показ отличных номеров. А чтобы это была единая сюжетная линия, и людям будет интересно это все смотреть. И после того, как они выйдут из цирка, им будет о чем подумать. Тема-то глубокая. Тем более, что год семьи. Еще и год семьи как раз это тема. У нас уже зрители. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Зрители уже готовы отвечать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Борисова Жанна. Здравствуйте, Жанна. Да, у вас есть вариант, по крайней мере, ответы. Давайте, Жанна. У меня вариант. Может быть, это Вячеслав Полунин. А давайте я вам, Жанна, подскажу немножко, пока Александр, возможно, даст мне такую возможность. Я хочу вам подсказать. Советский клоун. Вот, я не знаю, мы сделали акцент. Советский клоун. И Вячеслав Полунин никогда, он замечательный мастер, но он никогда не работал в цирке. В цирке никогда не работал. Да, давайте, Жанна, еще раз попробуйте. Советский клоун. Ну, ладно, я не знаю. Пусть я кто-нибудь другой еще позвонит. Хорошо, но у вас еще есть время. Подумайте, еще раз дозванивайтесь, возможно, вы сможете ответить. Спасибо большое, Жанна. Александр, а как давно вы работаете эту программу и как часто меняются номера? Ну, вы знаете, вот мы, когда сделали этот спектакль, а сделали мы его около четырех лет назад, мы стараемся не менять вот это время, потому что мы очень ценим арсистов, которые работают в нашем коллективе. И это действительно люди замечательные, прекрасные. И мы живем одной, знаете, как вот слово, коллектив единомышленников. Вот мы таким являемся. Поэтому нам очень комфортно вместе работать. Мы вместе создаем, постоянно прибавляем что-то. И я даже не собираюсь ничего менять, потому что нас все устраивает. А тем более у нас еще растут дети, которые выходят на манеж, и они тоже уже хорошие артисты. У нас, допустим, дети, которым 14-12 лет. Они прекрасно работают. Просто это наша радость. А вы знаете, у меня вопрос сейчас какой возник. А есть ли у вас конфликт поколения отцов и детей внутри, скажем так, вашей цирковой семьи? Ну, вы знаете, он, наверное, есть, потому что все-таки телефоны отвлекают. Но в основном вот это направление. Потому что даже когда приходим на репетицию, вот трудно их переключить, что вот давайте в манеже все делать, а вот это все в сторону. Да, так что присутствует что-то. Надо иногда говорить, ребята, думаем о репетиции. Такое есть. Некоторые представляют себе, что вот смотрите, например, представление уже, да, спектакль идет четвертый сезон. Сокращается ли репетиция или репетиционный процесс по-прежнему остается мощным, серьезным, многочасовым? Нет, без этого никак. Репетиционный процесс мощный, огромный. Потому что мы готовим новые сюжеты, мы готовим новые трюки, мы готовим новых животных. Поэтому нет, это, как говорится, вот с утра и до вечера. Вот у нас как лошадки наши в 9 утра заходят, они первые. И потом это все в глубоком вечером все это завершается. Поэтому желающих репетировать много. И мы это не прекращаем. Вот смотрите, сейчас вот среди молодежи распространено такое понятие. Вот они приходят на работу, им говорят, нужно работать. А он говорит, я не в ресурсе. Может ли у вас быть, допустим, медведь, он не в ресурсе? Он как-то вам подает знаки. Медведь как раз может быть не в ресурсе. Да, потому что мы когда приходим к своим животным, это начинается от любых животных, кошек, собачек, то мы смотрим тоже, с какой лапы медведь встал. Он может приболеть, он может, ну бывает всякое. Если даже мы чувствуем, что, ну не очень здоровится ему, бывает, простудился или еще что-то такое. Медведь тоже может простудиться, там холодного что-то выпить. Мы пропустили, а он наглотался чего-то. Мы его даже в репетицию можем. В работу мы стараемся, конечно, брать всегда. Но в репетицию я могу дать ему несколько дней спокойненько отдохнуть, и не буду брать его, если он не в ресурсе в этом самом. Так что все-таки такое бывает. Бывает, бывает. Хорошо, но это вот если у животных. А артисты цирка? Артисты нет, не можем себе позволить. Или ты болеешь, или ты работаешь. Другого пути нет. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Лариса. У вас есть ответ на вопрос Александра? Я хотела предположить Олег Попов. Совершенно верно. Наш замечательный солнечный клоу Олег Попов. Ура! Вы угадали. Поздравляю вас. Вы пойдете в цирк. Вы молодец. Отличный ответ. Прекрасно. Да, Лариса, тогда нам, наверное, интересно, вернее, нам не наверное, нам действительно интересно, с кем вы пойдете в цирк. Ну, у меня четверо детей. Я, наверное, кого-нибудь выберу. Четверо детей. Представляете, да, нас спросили, да. Ну, слушайте, это вообще здорово. Нам очень приятно, что именно вы стали обладателем билета. Год семьи замечательный. Да, спасибо большое, Ларис. Ленина 124351. Вам нужно прийти, забрать билет, они будут вас ждать на вахте. Спасибо. Если продолжать, я не в ресурсе, вот как взбодриться, допустим, перед представлением? Бывает же такое, ну, погода какая-то, пасмурная, что-то не так. А вы знаете, это удивительная вещь, это что в театре, что в балете, что в цирке. Со всеми я общаюсь и говорю. Вот человек бывает иногда приходит на спектакль, на цирковое представление, и вот ты не в форме находишься, чувствуешь себя не очень. Но вот эта магическая вещь, сцена или манеж, ты выходишь туда, и откуда появляются силы, вот, и после представления ты чувствуешь себя прекрасно. Не знаю, как это действует, но это действует и в театре, и в цирке. Потому что многие артисты мне тоже рассказывают. Приходишь вообще, думаешь, вообще, как я вообще слово скажу. А потом блестящий спектакль и огромное количество энергии в конце. То есть никакая чашка кофе не нужна? Нет, кофе не помешает выпить, нет вопросов. Но вообще это вот твое состояние. Ты вот выходишь, манеж, это вот, как говорит, знаете, как говорят, что клоун – это не профессия, это мировоззрение. Наверное, мы все такие цирковые, потому что мировоззрение у нас особое. Вот этот знаменитый клоун Леонид Ингебаров эту фразу сказал. И, наверное, у нас все такое мировоззрение, потому что мы живем, переезжаем из города в город. Иногда неудобства, иногда за границей. Вот в Японии на гастролях работали, 12 различных программ. Посмотрели там вообще всю Японию, посмотрели, как живут. И почему-то японцы из всех цирков всегда, приоритет у них – это московский цирк. И всегда самые лучшие залы, самое большое количество зрителей. Там работал прекрасный цирк Дюс-Алей, вы знаете, который канадский. И так далее. Но у нас всегда было больше представлений, больше людей. Мне кажется, это очень приятно. У нас, кстати, вопрос у меня именно как раз в эту тему. Есть ли города, в которых, не знаю, заходят номера разные? Ну, то есть, например, там, я не знаю, в Магнитогорске, например, теплее принимают, допустим, Выделяют зрителей какой-то номер. А в Москве, ну, ура, заходит джигитовка. Согласен. Вот какие-то есть варианты, да. Вы знаете, мы не совсем так отличаем. Для нас по-другому. Давайте. Мы отличаем. Или хороший зритель, теплый, он принимает все хорошо. Вот у вас очень хороший зритель. Есть города тоже, ну, лучше, хуже. Но для нас важнее не какой конкретный номер он принял, а в итоге всю программу. Вот когда мы стоим в конце, эпилог, и вот нам зритель кричит молодцы, там, или браво, и так далее. У вас это кричат, у вас народ встает. Поэтому для нас не принципиально, что вот для какого-то города. Я, честно говоря, вот удивительный вопрос. Я не помню, чтобы мне сказали, что в этом городе любят джигитов, там акробатов, там клоунов. Нет. А вот теперь при тебе обращать внимание. Или они любят цирк, и приходят. Или, как бы, не приходят. Вы знаете, один из комментариев к вашему представлению в соцсети я прочитала. Причем взрослый человек пишет. Вы знаете, после представления взрослые пищали от восторга. Насколько вы больше ориентированы, скажем так, на детей? Или для вас взрослая публика тоже важна? То есть ориентир широкий диапазон. От маленького ребенка до взрослого человека. Потому что цирк универсальный. Вот, допустим, театр может показать детский спектакль, да? Может показать взрослый спектакль. Я отхожу в ваш театр, у вас прекрасная драма. Спасибо. И оперный у меня у вас тоже хожу. А в цирк должен угодить всем. Потому что мы не можем показать чисто детский спектакль. Мы тогда отсечем большой взрослой аудитории. Или наоборот, скажем, чисто взрослый спектакль. И дети не смогут. Цирк – это такое семейное посещение. Всегда бабушка, дедушка, папа, мама, внуки, дети. Вот это наше самое главное, чтобы вот такие люди были в цирке. Чтобы объединять. Да, и мне кажется, мы как раз и ответили, наверное, на вопрос, почему выбрана вот эта тема, тема конфликта поколений. Потому что цирк – это само по себе даже, наверное, такое примеряющее, скажем, такое действие. Согласен, цирк примеряющий, потому что, когда зритель приходит и видит красивых людей, акробатов, гимнастов, ухоженных животных, конечно, он отсюда выносит много добра, обязательно. И вот это как раз добро-то помогает людей объединить. Вот мы к этому стремим. Для нас это очень ценно. Вот именно вот показать такой спектакль, чтобы люди выходили. Знаете, как после фильма «Инвара» выходят, а потом еще болеешь несколько дней, не можешь в себя прийти. Да, еще долго как-то переживаешь. Или чего-то, да. А цирк, наоборот, он позитивный. Это главное наше достижение. Не зря же Станиславский сказал, цирк – лучшее место на земле. Это сказал Станиславский. Я думаю, прислушаться можно к нему. У нас есть сюжет о том самом лучшем месте на земле. Уже было представление в Магнитогорске. И вот сейчас у наших зрителей есть возможность проникнуться атмосферой и почувствовать, как магнитогорская публика принимает представление. Наш телефон – 3555-00. Мы разыгрываем еще два билета. Будут еще вопросы, поэтому не отключайтесь, будьте рядом. Буквально после сюжета мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Зрители программы «Цирковая полундра. Пиратский квест» ждет увлекательное приключение. Моряки будут преследовать пиратов, встречаться с юземцами, амазонками и множеством животных на таинственном острове. Посетители цирка увидят трюки собак-акробатов, познакомятся с грациозными кошками-эквилибристами. Под руководством Ольги Воложаниной 11 изорных пушистых артистов. Двое из них – бенгальской породы. Два котенка в магнитогорске у них был сегодня дебют. Это маленький котенок бенгальский Евочка и беленький котенок Филечка. Зрители, конечно же, не оставят равнодушными обитатели волшебных джунглей – крокодилы, обезьяны, питоны и леопард. А таинственные амазонки на лошадях покажут чудеса джигитовки. Одно из украшений программы – знаменитый на весь мир масштабный аттракцион «Канатоходцы с медведями» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова. Косолапые моряки, бурые медведи ходят по наклонному канату на высоте 5 метров и выполняют совместные трюки с артистами-канатоходцами. Этому аттракциону более 40 лет, а директор программы, как сейчас, помнит, с чего все начиналось. 1 мая 1977 года к нам во Владивостоке военные моряки привезли медвежонка, которого надо было спасать, потому что у него мамы не было. И вот с тех пор первый медвежонок, гималайский, звали его Чубчик. Он вошел в историю цирка. Первый медведь канатаходец. Еще один уникальный для российского цирка номер выступления жонглера-эквилибриста Михаила Иванова, заслуженного артиста России, лауреата семи цирковых международных фестивалей и двукратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса. Он идет по канату, отбивая головой мяч, затем жонглирует большими мячами во время движения на моноколесе. Первый цирк для нас это был, и он нам очень-очень понравился. Спасибо. Понравились крокотилы и змеи? Да. Еще что тебе понравилось, дочь? Лошадки. Лошадки очень нам всем понравились. Мы приходим в цирк, чтобы увидеть животных, вспомнить, когда мы были такими же маленькими, и порадовать себя. Полюбит ли юная героиня спектакля читать книги в финале сказочной истории, как ее внезапное путешествие изменит жизнь взрослого человека? Ответы на эти вопросы можно узнать, посетить шоу. Гастроли продлятся до 7 июля. Спешите увидеть. Я очень хочу, чтобы зрители пришли и посмотрели не просто цирк, а театр плюс цирк, наш спектакль. Я думаю, что им будет интересно. Как взрослым, так и детям. Потому что сегодня по зрителям, когда мы работали, я видел, что взрослые очень активно принимают участие вместе с детьми. Это здорово. Магнитогорское времечко. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы говорим о цирке. К Александру Иванову, заслуженному артисту России, руководителю аттракциона «Канатоходцы с медведями» программы, ну и руководителя программы «Цирковая полундра пиратский квест» присоединяется Михаил Иванов. Заслуженный артист России, «Жанглер Канатоходец программы», соответственно, «Цирковая полундра пиратский квест». Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, давайте сразу включайтесь в процесс. Я знаю, что у вас есть вопрос. Мы же уже тут немножечко проанонсировали, заинтриговали мы наших зрителей, что у нас есть еще два билета. Но вопрос от Михаила будет сложный. Давайте, Михаил. Вопрос следующий. Я жонглирую вот такими мячиками на колесе без седла. То есть только колесо, две педали и ничего больше. Вот как по-цирковому, по-настоящему, называется вот такое колесо? Пусть мне ответит. Наш телефон 3555-00. Дозванивайтесь к нам в эфир. У нас есть еще два билета на замечательное представление. Попытайтесь, попробуйте. Я думаю, Михаил вам немножечко, может быть, где-то подскажет, потому что вопрос действительно очень сложный. Он касается такого заковыристого названия, циркового. Михаил, вот мы сразу как-то раз вас ввели, включили с вопроса, а давайте мы сразу еще и покажем. Покажем еще жонглирую. Да, я рассказал, что жонглирую и на таком вот колесе. Вот колеса с собой у меня нет, но мячики имеются. И с удовольствием. Это какие-то специальные у вас мячики. Это мячики. Они вообще для художественной гимнастики. Но там тоже девочки подбрасывают, высоко и ловят. То есть элементы жонглирования. И они сделаны так удобно, качественно, чтобы были цепкими, красивыми. И, значит, нам, жонглировам, тоже подошли. Название какое-то у них интересное, да? Они могут быть разного бренда. Вот это бренд японский. Они могут быть и различных производителей. В том числе, ну вот, у меня вот такие вот беленькие. Они могут быть и разных цветов. Обычно я жонглирую, конечно, или стоя, или вот когда на колесе. Ну, мы вас, да, погрузили в вас такие достаточно сложные условия. Ну, от вас и вопрос сложный. Поэтому условия у вас непростые. Здесь вот таким образом. Суть выглядит вот так. Вот смотрите, а многие одушевляют предметы, с которыми работают, разговаривают с ними. У вас есть такое? Слушайте, да. Ну, я вот чаще всего, если ругают у себя, облагодарю их. Правда, да? Вот за то, какие они хорошие, что они остались в моей руке, что они выпали, да, что они вот не скользкие сегодня были. Что они зависят и от температуры воздуха, от влажности. То есть все это мне приходится учитывать, чтобы максимальные результаты давать. Вот. И я чаще всего им говорю спасибо. Никогда их не ругать. А ваше эмоциональное состояние влияет как-то на то, как вы будете себя чувствовать в манеже? Влияет. Для жонглера, честно говоря, хорошо, когда человек спокоен. Спокоен. Спокоен, потому что это требует уравновешенности, то есть точности, размеренности, холодного расчета. Вот для жонглера. Надо, чтобы, получается, были руки теплые, согретые. Ну, как у пианистов, например, да, они, я знаю, что вынимает на к этому. Да, холодный расчет и теплые руки. Как говорят, горячее сердце, да, и холодная голова, да. Что, Александр, вам важно, когда вы в манеже, для вас в состоянии? Ну, вы знаете, я отвечаю за всю, за весь спектакль. Конечно, я переживаю немножко побольше, чем обычный арсист, потому что мало того, что у нас аттракцион «Коннотоходцы с медведями», это тоже трюки, которые очень сложные. Вот Михаил в этом аттракционе исполняет трюк, который занесен в книгу рекордов Геннесса. Он отбивает головой мяч и поднимается под купол цирка. Это два трюка, да? Это один рекорд. Ага, один рекорд. Про второй он может вам сам рассказать. И, конечно, мы переживаем, мы специально готовим эти трюки. И когда медведь самостоятельно проходит по канату, конечно, это большая ответственность. И вообще за все номера я, конечно, переживаю, потому что у нас и девушки джигиты, это очень опасный жанр под руководством Валентины Кульковой. Ну и воздушные номера. Конечно, всегда стараемся так, чтобы арсисты приготовились, и было все хорошо. У нас ведь есть звонок. Хотя мне казалось, что... Ну, посмотрим. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, возьмите, пожалуйста, подслужки. Послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Так, ну давайте попробуем. Еще раз, Михаил, давайте еще раз вопрос, пусть у нас прозвучит в студии. С удовольствием повторю. Как называется цирковое колесо без сидения, но с педалями? Моноколесо. Так, ну это такое, скажем, не цирковое название. То есть мысли правильные, но вот есть цирковое название. В данном момент вот такой ответ, да, не могу принять. Моноколесо им сейчас называют чаще всего, ну вот, такое средство передвижения, которое на улицах катается, оно с электрическим двигателем. Вот его называют по-английски «airwheel», и, ну, в России мы называем его моноколесо. Но это не то название, которое я хотел бы услышать. А у вас есть еще версия? Нет. Ну давайте еще подумайте. У нас еще есть время, и мне кажется, если вы немножко подглянете где-нибудь, да, то я думаю, вы сможете найти правильный ответ. Спасибо большое. Вот дозваниваются, видите, и все-таки я предполагала, да, чтобы прозвучить у нас моноколесо. Если позволите, какую-то подсказку могу дать. Название действительно редкое. Оно как бы, вот этот жанр, он тоже, получается, что редкие катания вот на таких колесах без сиденья. И один из основателей вот этого жанра, вот он и научил меня, как правильно это говорить. Его зовут Михаил Губанов. Вот, и если обратиться к его каким-то там речам, высказываниям, сайтам, там можно найти упоминание. Он как раз учит и объясняет, что вот именно вот этот цирковой снаряд, вот именно такое название правильное будет. Ну все, вот сейчас будет ответ. Я думаю, у каждого номер. Юля. Нет. Здравствуйте, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Да, Надежда, у вас есть ответ? Да, мой ответ уницикл. Вот еще уницикл вариант хороший. Ну, уницикл, это тоже сейчас поясню, называется колесо, педали и сиденье. Вот это будет, мы в цирке называли, моноцикл. Моноцикл. Вот, но сейчас вот как бы широко распространилось название уницикл, а от английского юнисайкл. Но все-таки на этом средстве, там есть еще, кроме педали, еще и сиденье. Поэтому это не совсем то. Не совсем то, да, спасибо большое, Надежда, что ты звонишь. Да, спасибо. В цирке приметы живут столетиями. Вот какие-то в вашем номере как раз передаются из поколения в поколение. Есть ли вот в данном номере что-то такое? Ну, есть общепринятые цирковые традиции, такие как не сидеть спиной, самое главное, не сидеть спиной на барьере, спиной к манежу. Ну, говорят, что это как бы неуважение. Ну, потому что это наш храм. Я лично считаю, что это в целях безопасности. В манеже происходит много чего разного. Да, чтобы тебе поговорить, чем-то не попало. Акробаты, какая-то всякая подвеска. И просто это опасно, сидеть так близко к манежу, и в то же время еще и спиной находиться к нему. Ну, я еще хочу, Миша, добавить. Смотри, у нас вот две таких классические цирковые традиции, вот, приметы. Ну, они не то, что наш коллектив, это они вообще общие, мировые. Во-первых, в старом цирке, когда приезжал цирк Шапито, открывалась касса. Первый билет никогда женщине не продавался. Да что вы! Они, кассиры, могли разговаривать с женщинами, говорить там, что угодно. Сейчас билеты еще не подарили. Пока не появится мужчина, первый билет ему продавался. Иначе не было сборов. То есть это первый. И второе, к этому еще вот свистеть в цирке нельзя было. Вот еще Юрий Володимирович Никулин всегда рассказывал, в книгах пишет, что тоже сборов не будет. Если в цирке будешь свистеть, не будет сборов. Вот такие вот примеры. Это шикарная история. Но мне кажется, вообще, наверное, если мы будем говорить о номерах, то у каждого номера, я думаю, есть история. У каждого артиста есть свои. Но это я вам сказал, общие цирковые. Прочитала я, знаете, что вы заговорили про Валентину Кулькову, которая представляет джигитовку, что она пришла в цирк из спорта и в свое время боялась лошадей. Это действительно? Да, да. Вначале она пришла из спорта в цирк, потом занималась акробатикой и так далее. И только потом, когда-то соприкоснулась. А до этого боялась и подготовила замечательный, выдающийся номер девушки джигиты. Сейчас сложно представить, да, глядя, как она их управляет. Да, теперь нет. Конечно, она очень опытный педагог. И все, да. Но вот начиналась с того, что боялась, да, лошадей. Михаил, давайте, наверное, про тот самый трюк, который вот один, да, об одном вы рассказали, да, тот самый трюк, который внесен в книгу Гиннеса. Вот опять же, с этими самыми мячиками на том цирковом снаряде, название которого мы ждем от наших зрителей. Задача составила в чем? Нужно было двигаться по кругу манежа на таком вот колесе и жонглировать семь таких вот больших мячей. И делать это как можно дольше. То есть удалось жонглировать 12,4 секунды. И, казалось бы, времени не так уж это много. Но когда ты все это жонглируешь и едешь на этом колесе... Ехать, двигаться нужно. Конечно, нужно было ехать и жонглировать. И это каждая секунда длится очень долго. И это достижение вот оказалось рекордным. И вот уже прошло больше 10 лет. Никто не побил, да? Неизвестно, чтобы были какие-то... Даже попытки. Да, причем представители книги Гиннеса к нам приезжали в Иваново. В Ивановский цирк из Лондона. И все это фиксировали. То есть это все очень серьезно происходит. Это не то так написало и посмотрели. Нет. Они приезжали, смотрели. И тогда вручили вот ему два сертификата. Один то, что он как канатоходец трюк делает уникальный. И второй вот этот. И тот, и тот трюк пока никуда не повторил. Ну это да, действительно. Дорогие зрители, у вас есть возможность. Посмотреть. Уникальные трюки. Да, уникальные трюки. И мы призываем зрителей звонить, пробовать свои силы. И отвечать на тот самый заковыристый вопрос, который задал Михаил. Скажите мне, пожалуйста, Александр, номер с медведями. Там тоже есть история у этого номера. Как он возник? Да, он очень просто возник и интересно. Мы гастролировали во Владивостоке. Это было 1 мая 1977 года. И военные моряки нам привезли медвежонка. Маленького, гималайского. Там же у них такие горные районы. А мы с отцом думали. Мы тогда достигли определенного уровня, как канатоходца высокого. И думали, а что еще внести такого, чтобы интереснее было зрительно смотреть. И думали, какое животное может быть. Думали об обезьяне. И вдруг нам вот случай. Это как со многими происходит. Привезли этого медвежонка, чубчика. Мы в него сразу влюбились. Сказали, все, мы берем. Потому что если бы мы его не взяли, непонятно, как бы судьба его сложилась. Потому что морякам надо было его куда-то пристроить. А если, не дай бог, в плохие руки, он бы там мог и погибнуть. А так он стал первым медведем канатоходцев. Показал этот чубчик все трюки. Блистательную карьеру сложил. Да, сложилась у него прекрасная карьера. Отблагодарил так у вас. И он стал съездить на гастроли по всему миру. Стал известным медвежонком-чубчиком. Вот такая история. А сейчас, кстати. А сейчас у нас нет. Он уже давно как бы на пенсии. Уже время. Да, нет. Он уже все. Медведи не так уж много живут. А сейчас у нас другое поколение медведей, которые работают на манеже. Уже другие. Всегда говорят о том, что медведь при всей своей мимишности. Да, нам всегда кажется, что медвежонок – это такая милота. Очень-очень сложный, серьезный, опасный зверь. Это самый опасный зверь из всех зверей, которые есть. Правда, да? Казалось бы. Да, самый опасный. Вы это чувствуете? Насколько вам все время приходится держать? Знаете, задача дрессировщика – предвидеть немножко вперед, что может произойти. Вот если дрессировщик обладает вот этой вещью, тогда он может дрессировать и работать. И с медведями, и с тиграми, и так далее. Это главное. Потому что с животным и панибрасовым нельзя разводить. Ты всегда должен держать вот эту дистанцию между ними. То есть лаской не сработаешь? Лаской здесь нет. Здесь, допустим, вожак – человек, а это твой подопечный. Только так, как в стаях обезьян, как в стаях тигров, львов – обязательно вожак. Без этого не будет. А в цирке тем более, потому что вы с вами знаете, если даже кошечкой будете нянькаться, как говорится, сюсюкаться, да, она вам на голову. Но медведя, ну все равно, благодарите, если он хорошо выступил. Благодарим, мы добрые слова, они понимают прекрасно. Интонацию они прекрасно понимают. Когда ругаем, они понимают, что ругаем. Когда говорим хорошие слова, тоже понимают. Интонацию они прекрасно понимают. Но мы всегда после работы обязательно что-то сладкое им дадим за хорошую работу и накормим хорошо. И так далее. Они это все чувствуют. Сколько медведей? У нас медведей шесть. Ух ты, а можно ли вообще, педагогический вопрос, можно ли выделять любимчиков, есть ли у вас любимчики? Нет, нельзя выделять. Ревнуют ли они, кстати, да. Нельзя выделять любимчиков, потому что они тоже ревнивые, и они будут это чувствовать. Нет, должны со всеми ровно это, как с учениками, да. Звонок, давайте попробуем. Еще одна попытка. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот не знаю, что время теперь идет. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Анатолий. Да, Анатолий, вы готовы ответить на вопрос? Да. Да, ну давайте ваш вариант ответа. Ира. Еще раз, пожалуйста, погромче. Ира. Даже не совсем я поняла. А что это такое? Вот это колесо называется. Колесо. Сира, вы сказали, да? Сира, да? Это колесо Сира, есть другое колесо, но это есть такое. Есть такое, да, спасибо большое. Спасибо вам за это. Это тоже не совсем то. Михаил, ну вот смотрите. Есть такой цирковой снаряд, это такой большой обруч. Это колесо Сира, такое огромное в человеческий рост колесо. Просто колесо, вот и обруч, и все. Там нет ни педалей, ничего. Оно интересное, в нем человек, как бы, кружится, катается на нем. Колесо Сира. Да, есть такое интересное слово, тоже пришедший такой термин к нам из-за границы. Но это не тот снаряд, на котором мы катались. У нас есть еще один блог, да, и, возможно, все-таки дозвониться у нас кто-либо. Я очень хотела видеть этого зрителя. Да, и все-таки ответить, да. Дело в том, что моя следующая Юля, она уходит у нас в отпуск. Да. Пусть она отдыхает с удовольствием. Да, и Юля, хорошего тебе отдыха. Третий блог у нас, мы уже Юлю отправляем в отпуск. Я уступаю место крокодилу. Крокодилу, да, у нас сейчас будет очень интересный персонаж. Дорогие зрители, звоните. 35 55 00, к Александру присоединится, дрессировщица Марина Руденко, со своим питомцем. А вы, дорогие наши зрители, дозванивайтесь и все-таки попробуйте ответить, да, как называется то самое колесо, да, колесо без седла. Без седла и прочь не с педалями. Да, без седла, а подождите все-таки, ну-ка давайте, все-таки вдруг, здравствуйте. Здравствуйте, мотоцикл. Моноцикл или как? Еще раз. Еще раз пути добры. Моноцикл. Моноцикл, ну было подобное. Да, было. Это как юницикл. Нет, это не то, к сожалению. Это снаряд, который имеет педаль и сиденье. А нам нужно колесо, педаль и без седла. Давайте уйдем на рекламу. Уходим на рекламу, вернемся в студию. У людей будет возможность. Что у нас будет правильный ответ. На эти дни ответ. Да, вернемся в студию буквально через несколько минут. Субтитры делал DimaTorzok Подробнее на www.credituralbank.ru Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. Все лето совершай покупки в аптеках Формленд. Получай фишки и обменивай их на подарки. Смотри, какой подарок мне вручили. Не тебе, а нам. Везет не всегда. Иногда ты можешь день, два, три ходить, в общем, с камерой и не сделать ни одного снимка. Иногда везет, что ты не можешь остановиться, ты видишь. Субтитры делал DimaTorzok Зарядка на телеканале ТВИН Источник бодрости и хорошего настроения. Тренируемся дома. Тренируемся дома ежедневно на телеканале ТВИН в 6.40 и 15.20. Будь активным вместе с нами. Умные, добрые, талантливые, общительные. Давайте знакомиться поближе. Меня зовут Данил. Полина. Кирилл. Я люблю читать книжки. Рисовать. Танцы разучил. Пару стихов написал. Шахматы играть. Суббал. Мечта. Я хочу стать поваром. Зубным врачом. Чтобы я забрала какую семью. Это моя самая главная мечта. Программа «Дорога домой» в эфире телекомпания ТВИН каждый вторник в 18.50. Магнитогорское времечко. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы знакомимся с артистами представления «Цирковая полундра. Пиратский квест». К Александру Иванову, заслуженному артисту России, руководителю представления, присоединилась не только Марина Руденко, которую мы анонсировали. Говорили, что у нас сейчас в студии появится дрессировщик экзотических животных. Но и еще один герой. Герой, героиня Марина. Давайте знакомьте нас. Здравствуйте. У нас пришел к вам гостья. Это Геннадий. Самый маленький крокодильчик в нашей программе. Три больших крокодила у меня есть. Нильских крокодилов. Они до трех метров достигают. Геннадьевна у нас самая большая крокодилица. Будет участвовать еще змеи, питоны, дальневосточный леопард. Очень красивый, редкий котик. Мне неспокойно сидится Марина. А вы при этом сидите совершенно ровно, спокойно. И у нас, кстати, у него размотан рот. Или как пастец, скажем так. Геннадий у нас очень добрый. Добрый, да? С виду. А по характеру, насколько они разные? Сколько? Три, да? Четыре крокодила. Три большие, а Геннадий самый маленький крокодильчик. У него порода кайман, он поспокойней. Остальные более такие агрессивненькие. Но удается справляться. Расскажите, как возникла вообще идея про номер с экзотическими животными? Я работала воздушной гимнасткой в прошлом. А потом всегда интересно было поработать с какими-то необычными животными. Например, с крокодилом. Взяла крокодила домой, изучала его по ватке, наблюдала за ним. Ну вот, конечно, очень интересно с ними работать, с экзотическими. Что можно придумать, скажем так, с, ну скажем, не самый быстрый, хотя я думаю, что если ему надо, он очень быстро будет передвигаться. Развивает. Геннадий, она у нас особенная, быстро бегает. Я просто знаю, что обычно дрессировщики идут от животного, да, от его характера. То есть они присматриваются, смотрят, что у него лучше всего удается, и от этого как-то строится номер. Вот как здесь было? Ну, у каждого, да, крокодила свой характер. Но дрессировки не подойдутся. Не подойдутся. Геннадий у нас большая, кто придет в цирк, увидит. Она у нас такое впечатление, что она очень-очень умненькая. И, да, дрессировке, я думаю, что она поддается. Александр, только Марин, вы побаиваетесь или нет? Ну, вы знаете, у дрессировщиков тоже хорошие свои традиции. Обычно дрессировщики понимают опасность различных животных, поэтому если я, допустим, с медведями работаю, я стараюсь к другим не подходить. Или так многие другие, потому что люди все понимают опасность, что такое хищники, что такое. Поэтому, конечно, каждый работает со своими и старается. Ну, то есть вы с медведями тоже вряд ли, да? Нет, я играла с маленькими. Со взрослыми-то, наверное, лучше осторожно, да? Хорошо, вы знаете, у нас есть все-таки звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина, и я хотела бы ответить на вопрос. Да, давайте, Марина. Я думаю, что это называется бланкрат. Марина, расскажите нам, откуда вы это знаете? Потому что здесь было столько попыток, и ни одна попытка не уйдет. Это просто замечательно, да. Это действительно правильный ответ. Вы знаете, представители цирка сегодня сказали одну хорошую фамилию, Михаил Губанов. И если зайти к ним на сайт Династия Губановых, то можно понять, почему и как называется. То есть он основатель этого колеса. Ясно. Ну, то есть вы просто внимательно слушали наш эфир, да, и решили быстренько... Да, действительно, Михаил Губанов замечательный артист. Вот именно один из основоположников вот этого жанра работы на колесах. Он все скопает. Хорошо. Марин, ну мы задаем вопрос всем дозвонившимся, с кем вы пойдете на представление. Потому что, да, действительно, два билета ваши. Ленина 124-1, телекомпания ТВН. Два билета будут вас ждать. Скажите, с кем вы пойдете? Хорошо, это мне приезжает в гости внучка. Она будет в цирке практически первый раз. И я очень рада буду такому подарку. Ну, видите, как все хорошо у нас сегодня складывается. Я думаю, что это очень важно, потому что вот это название теперь сколько людей узнает. Это замечательно. Это был именно цирковой реквизит настоящий. Цирковой, да. Да, это было очень понравилось. Настоящий цирковой реквизит. Да, спасибо большое. Ну вот даже, знаете как, я несколько раз просто у Михаила спрашивала, как называется. Так, сейчас я справлюсь с техникой. Я прям себе даже выписала бланкрад, потому что непростое название. Мне даже на слух. Вот видите, как. Да. Какие еще номера для вас? Ну вот, я не знаю, понятно, что все интересные, все ровные. Но может быть, для наших зрителей мы вот рассказали об одном номере с экзотическим животом. С канатаходцами, медведей, жангляж. Ну, я бы хотел бы сказать, что у нас замечательные музыкальные клоуны. У нас не так много сейчас в стране именно музыкальных клоунов. У нас такой персонаж есть. Это Сергей Клюев. Он играет на различных музыкальных инструментах. И он замечательный артист. Он поет вживую. Поэтому это, я думаю, что вот на этого артиста стоит прийти и посмотреть, потому что это мастер. Настоящий мастер мирового класса. Вот. Ну, а также у нас... Мы и стремились. Вот у нас разнообразные животные. У Марины Руденко и леопард, и питоны, и крокодилы. Это девушки-джигиты, лошадки. Это медведи-канатоходцы. Это собачки-акробаты. Эквилибристы-обезьяны. Эквилибристы-кошки. Я считаю, что самое, конечно, это интересно, это вот такие номера животными. Ну и плюс у нас двухквартный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Михаил Иванов. Я думаю, что тоже интересно будет посмотреть, потому что, ну, редчайшие трюки исполняет Михаил Иванов. Марина, такой разбег, такой разброс по животным, да. У нас не в каждой программе такое есть. Да, вот насколько... Очень интересно. Да, как вы их выбирали? Ну, то есть, да, вот это, тут кайманы, да, тут змеи, да, вот такая компания у вас собранная. Да, вот расскажите, как у нас создался этот рекордсмен. Как это сложилось? Ну, Марина, она и всегда работала с этими животными, ну, в последние годы, да. Просто мы постарались собрать это в одной программе, потому что это действительно очень интересно. Ты приезжаешь, и зрителю можно показать разнообразных экзотических животных, лошадок и так далее, и так далее, там, медведей, кошек. И зрителям это самое главное интересно. Поэтому я считаю, что главные наши номера – это номера с животными. Плюс замечательный клоун, ну, пара клоунская, Анжелика и Сергей Клюевы. Ну, конечно, Сергей Клюев – это мастер высшего класса просто. На которую просто стоит прийти и посмотреть. Вы про каждый номер рассказываете, я понимаю, что это действительно интересно, и каждый номер достоин зрительского внимания. Это все единомышленники, понимаете, когда вот есть такая команда, хочется работать. А у меня, знаете, вопрос какой? Скажите, как возникают имена для ваших, скажем так, питомцев вообще? Ну, наблюдаем, характер какой. Геннадьевна был ген, а потом оказалась Геннадьевна. То есть так было, да? Да. Питон, ну, желтенький такой красивый, банан назвали, бананом такой, потому что он похож цветом. Ну, в общем-то, вот леопард Джой. Да, это в переводе, это веселый, смешной такой. Вот он такой и есть. Действительно веселый? Да, как-то так. Такой леопард веселый, но в то же время хищник, нельзя забывать, что это хищник. Вот не знаю, сколько репетиционный процесс у вас занимает? По-разному. По-разному, да? Мы всегда берем маленьких животных, воспитываем их, они живут у нас дома, как с детьми, мы вот с ними возимся, ухаживаем, кормим их, они привыкают к нам, растут. И потом уже в определенном возрасте, ну, полгода где-то леопардик уже стал делать трюки с удовольствием, потому что мы в игровой форме это все делали с ним, поэтому ему нравится работать до сих пор. Вот ему 14 лет, он, артист, уже 14 лет. 14 лет, это самый молодой? Ну, вот он не один, да, но, надеюсь, они живут, конечно, в цирках, они дольше, все животные живут дольше. Да. Скажите, есть ли у вас помощники, и сколько вообще помощников? Один помощник, да. Справляйтесь, да. Все это веселые компании. Ну, потому что Марина много и сама занимается с ними, поэтому они получаются помощники, и Марина, конечно, она с утра до вечера в цирке, потому что хозяйство большое, и приходится вот уделять внимание всем. Есть ли вообще, мне кажется, номера, где, ну, я не знаю, можно прийти, отрепетировать немножечко, да, пойти погулять по городу, или действительно вот с утра, я не знаю, вообще рабочий день у нас сколько? Нет, по городу, конечно, мы все можем погулять, все. Ну, я просто понимаю, что рабочий процесс... У нас тоже бывает, да, мы стараемся как-то себе сделать, нет. Но вообще цирк – это такая вещь, которая практически круглосуточная, потому что, особенно дрессировщики, потому что иногда животные болеют, это как дети у нас, поэтому мы переживаем. Любое животное, собачка, кошка, медведь – это дети как родные, поэтому для нас это очень дорого, поэтому, естественно, мы с ними возимся. Есть номера, кстати, с кошками, и, казалось бы, кошки, которые так привычны нам, да, и нам кажется, что, ну, что уже, да, проще и легче, чем общение с кошкой. Но вообще я знаю, что с кошками не очень просто, да, выстраивать. Вот, Марина, вы как человек, я понимаю, что это другой, да, тем не менее, вот как человек, который работает с животными. Они же тоже капризные, да. Своенравные, да, говорят, да? У каждого свой нравный, у каждого свой характер. Ну, вот Ольга Воложанина находит с ними, да, контакт, и очень красивые кошечки, все это в постановках. Ну, в общем, спектакль очень интересный, отзывы все хорошие, поэтому, кто придет в цирк, может увидеть своими глазами. Мы начали с этого разговора, и, мне кажется, как раз вот финализировать было интересно. Естественно, все-таки, как вам кажется, получается ли решить тот самый конфликт отцов-детей, да, поколений через спектакль? Ну, вы знаете, да, в какой-то степени вот по нашему спектаклю получается, потому что в завершении нашего спектакля внучка, дедушка все-таки говорит, как хорошо, что мы стали более близкими, что я обратила внимание на серьезные книги, которые вот можно открыть и прочитать. То есть, она говорит, что вот эти все приключения, которые с ней произошли вместе с дедушкой и с пиратами, и вот она поняла, что такое вот пираты, у которых много недостатков, и семья, которая тебя поддержит, поможет, и она все-таки приходит к выводу, что главное – это семья. Угу. У вас сейчас есть возможность, Александр, к нашему Магнитогорскому зрителю и к зрителю программы «Времечко» обратиться и пригласить на представление. Ваш зритель вот в этой камере, поэтому я думаю, да. Хорошо. Вы знаете, мы с огромным удовольствием всегда приезжаем в Магнитогорск, потому что это цирковой город, здесь цирк построен очень давно, цирк у вас хороший. Пусть он не совсем новый, но он очень… В нем много хорошего уже сделано, поставили новые места. Кстати, привезли из Екатеринбурга. Вот. Ну, много всякого сделано, и у вас прекрасные службы. И поэтому мне хотелось бы, чтобы в такой хороший цирк, на такой хороший спектакль, который мы привезли, стоит сходить. Пока мы работаем, ему не так уж много остается нам работать, мы работаем здесь до 7 июля, поэтому добро пожаловать в цирк, мы работаем по субботам и воскресеньям. Приходите, потому что это будет интересно, это будет интересно, и мы будем рады встретиться со зрителем. Мы рады, что вы к нам пришли сегодня в гости, мы рады, конечно, что вы приезжаете к нам в Магнитогорск и радуете нашего зрителя, наших детей, и не только детей, потому что взрослые, видите, действительно в восторге от представления. Выходит, да. Да. Большое спасибо. Дорогие зрители, мне кажется, имеет смысл вам уже запланировать субботу-воскресенье и обязательно сходить с детьми, с семьей, а может быть и просто взрослым людям тоже пойти, почувствовать себя детьми, сходить на представление, которое у нас будет до 7 июля в городе Магнитогорск. Я думаю, всем будет интересно. Добро пожаловать в цирк. Хорошо, спасибо. Добро пожаловать в цирк. Добро пожаловать в цирк. Добро пожаловать в цирк.